Ассаляму алейкум варахамтула баракату Сейчас я вас познакомлю с человеком, зовут его Искандер Этот человек живет в Турции, в Бурсе И он знает все входы, выходы, все фабрики, заводы Так что все вопросы к нему, вот он Ассаляму алейкум варахамтула баракату Бай пятерку Рад видеть всех Ты кого ты видишь ко мне? Тебя Он в этот день не работает, да, короче, вот так, да? Брат? Да По пятницам торговая прекращается По пятницам он даже свой ресторан закрывает Где? В торговом центре Да, и там, и второй закрывают И по пятницам на период джума И сотрудники все идут на пятничный намаз Он берет набужный, да? Нет, он не только набужный берет, ну, любой там, мусульман, не мусульман Любой специалист, который он подходит, он, конечно же, возьмет, да? Ну, именно на пятничный, на джума намаз Алан Царь прийти в торговлю Он сказал, оставляйте торговлю И все, он тоже оставляет, закрывает свои рестораны Идет, даже вот здесь, вот этот, есть магазин филе Филе Тоже закрывают? Продуктовый магазин большой, напротив их дома Там тоже на джума Мы хотели зайти, там было закрыто Я спросил, что там, он говорит Да, на джума, да, они тоже закрывают Вот тебе и надо А когда Кипр там и так далее начали делать 250 тысяч долларов? 250 тысяч долларов У кого есть 250 тысяч долларов? Они могут купить квартиру? Могут купить даже несколько квартир Причем можно купить их и в Стамбуле, и в Бурсе, и в Анталии Потом можно подать документы на гражданство И вам, и вашей семье, и даже, по-моему, родители Да, семье, дают гражданство Буквально это через 3-4 месяца с помощью адвоката все делается Для москвичей не такая уж большая сумма Ну, по сути, да, в 25-й офисе они обычно квартиру продадут и все Да, то есть москвич продал квартиру, и он все Не, ну не все москвичи, у них там хрущевки по 5 минут рублей в Чертаново Я больше другой не нашел в Чертаново В Москве, вот, а так, если квартиры брать, особенно на юго-западе, там, по-моему, меньше 15-20 миллионов не бывает Ну, короче, если у кого-то есть желание переехать в Турцию и сразу получить гражданство В ускоренном режиме, да, каком-то? Да, там 3-4 месяца, документы готовятся 3-4 месяца, готовятся документы 250 тысяч долларов выдают гражданство вам и вашей семье Да, и у вас остается второе причем Это только жила недвижимость или коммерческое тоже? Коммерческое нет, земли нет, только вот именно жилая, но вы можете купить как-то там одну квартиру за эти деньги Можете купить 2, 3, 5, ну сколько угодно И причем некоторые берут, покупают себе квартиру, например, какую-нибудь хорошую, а-ля за 100 тысяч долларов На 150 тысяч долларов берут 2, 3, 4 квартиры, потом их сдают, потому что 3 года вы не имеете права продавать эти квартиры 3 года ты сможешь продавать Да, есть еще другой вариант Можно приехать и вложить в банк Турции 500 тысяч долларов, тоже 3 года их не изымать То есть это как бы инвестиция такая, да? Угу Вот, и все А через 3 года вы забираете, но у вас уже будет гражданство То есть можно деньгами, можно недвижимостью Но лучше недвижимостью почему? Потому что есть такие проекты, которые только дорожают Особенно на начальном этапе Кстати, они сейчас мне говорят, что у них реально недвижимость подскочила буквально недавно, да? 20% 20%? Да И нужно, нужно, сейчас сезон начнется и вообще будут скупать опять Я думаю, после коронавируса опять цены вырастут Вырастут, они причем в том году даже вырастали Вот, например, я живу в Сите В феврале квартира стоила 350 тысяч лир, сейчас 430 тысяч лир Угу Буквально за какой период? За год За год Круто А дому всего полтора года То есть поэтому, ну, как инвестицию можно рассматривать Кстати говоря, меня часто спрашивают по поводу аренды Аренды именно в том городе, в котором я живу А я живу в городе Бурса Я некоторым объяснял, что это немного проблематично Но вот сейчас в Скандале, я думаю, более подробно расскажете, за чего, в чем проблема Бурса на самом деле город консервативный Здесь мало иностранцев, они есть, но меньше, чем в Стамбуле или на побережье, да, на Аталийском И поэтому здесь местные турки, конечно, не очень доверчиво относятся вообще к иностранцам И не особо хотят сдавать квартиры в аренду Но есть такие экземпляры, которые сдают, правда, они себя обезопасивают Например, берут депозит за 3 месяца или там за 6 месяцев или сразу оплату за 12 месяцев Это при этом, что вы будете платить за услугу еще там риэлтора Почему? Потому что с того года, с 30 августа по новому закону Ни одна сделка не проводится без нотариуса и без риэлтора Либо вы можете потом нарваться Сделка по недвижимости? За 2,5 тысячи лир, да, в месяц Но если вы даже нашли такую квартиру, то хозяин может сказать Я хочу там залог Далее еще какие моменты бывают? Например, все квартиры практически пустые, без мебели сдаются Да, кстати, я с этим тоже столкнулся, когда переезжал Да, здесь если даже сдают, то на короткий срок не сдают И вообще краткосрочная аренда запрещена официально Потому что очень многие покупают недвижимость, например, в той же Анталии и Алании И пытаются ее сдавать в СИЗО Все, что это сдают, все по сути не официально Ну вот, что касается бурса Если вы приезжаете, будете здесь жить, то нужно сразу найти жилье, которое вам нужно По инфраструктуре, чтобы вам было удобно Школа, садик, там, больница, далее Нужно, чтобы вы понимали свой бюджет на этот год И договариваться сразу с хозяином, что он, например, не будет повышать Если вы снимаете на 2-3 года цену на аренду Это обязательно И по ВНЖ, если вы хотите оформить ВНЖ То тогда нужно обязательно договариваться с хозяином, что вы будете это делать И вам нужны договоры аренды, нотариально заверенные Которые будут просить в операционной службе Без этого не получится Вот Еще момент тоже надо учитывать Да, еще есть такая особенность Момент Когда вы приезжаете И вот-вот вы можете снять вроде квартиру Редко, когда вы ее снимете, где есть подключенный газ, свет и вода И хозяева обычно стараются повесить эту абонентскую оплату именно на того, кто будет снимать Вот иностранцу без получения ВНЖ сложно это сделать Поэтому тут надо либо знать кого-то, либо с хозяином договариваться Да по поводу бизнеса, можешь это рассказать? Какие здесь моменты, тонкости? Мне очень много вопросов задают, а я даже не знаю, что ей людям ответить Ну вот, например, про Бурсу расскажу Бурса – это текстильный город Здесь все, что связано с тканями, люди делают из этого бизнес Это первое Второе – это автозапчасти Третье – это продукты, ну, например, оливки и оливковое масло Я, например, узнал такие тонкости про оливковое масло и оливки Когда находился он прямо на производстве и на, так скажем, плантациях, да? Вот, но это считается самой, кстати, лучшей азиатин Да, там Греция есть, там Египет есть, там Испания, Италия Да, подождите, какие оливки, подождите Какие оливки? Это я всегда подскажу, что я изучил эту тему, я знаю Сейчас, сотри Сколько лет назад мы с тобой планировали переехать? Год-полтора, два, наверное, да? Два года назад Мы когда познакомились, ты мне сказал о том, что у тебя есть желание поехать в Турцию Если я когда-то об этом даже думал, то это для меня был своеобразный такой пинок Типа, о, почему бы не переехать? А почему бы не переехать? Это же прекрасно для мусульман Когда меня здесь спрашивают, типа, а что вы здесь делаете? Что вы приехали? Я говорю, ваша сторона прекрасная И я не удивляюсь, когда ваши граждане отсюда бегут куда-то В Европу, в Америку Удивительно, да? Да, действительно, удивительно Короче, два года назад мы с Искандером решили переехать Мы с Искандером обсуждали эту тему, что поедем вместе И я ему сказал, давай-ка я лучше проедусь Помнишь? Да, и ты поехал И я поехал И я сначала поехал в Ризе Потом в Трабзон Потом мне позвонил мой друг И я поехал к нему в Аланию Потом поехал в Анталию Там мне вообще не понравилось Потом Марморис И по всему берегу Потом Конья Каппадокия Куда-то в горы На водопады какие-то я ездил Я уже не помню, это было давно После этого я доехал до Измира Потом из Измира мы поехали прямиком, по-моему, в Стамбул А из Стамбул я приехал в Бурсу И когда я увидел Бурсу Бурса мне больше всего понравилась И я переехал сюда А потом я позвонил Искандеру И сказал, Искандер, я в Бурсе Это хороший город, он мне понравился И Искандер, альхандулля Переехал Но он не так, как я переехал Он вам все обдуманно Все прочитал Какие документы, что, как Все подготовил Там у него более серьезный был подход к этому делу Так что человек реально знает все подводные камни Знает все проблемы, с которыми все сталкиваются У меня, альхандулля, просто люди помогли Искандер тогда рядом не было Мне другие люди помогли с оформлением документов Я с этим не столкнулся Но у вас теперь такой человек есть Это Искандер Если что, он по всем вопросам поможет Проконсультирует и расскажет Да? Искандер Иншаллах. Иншаллах. Иншаллах.